Сегодня Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционную жалобу по иску племянницы, героя Второй мировой войны, Рауля Валенберга. Он спас десятки тысяч венгерских евреев во время Холокоста. Валенберг был арестован в конце войны сотрудниками советской контрразведки и пропал в следственной тюрьме госбезопасности в 1947 году. Родные и близкие Валенберга просили суд обязать Федеральную службу безопасности России раскрыть правду о том, что происходило с ним, когда он был арестован, и предоставить доступ к секретным документам по его делу. Но спецслужбы в этом семье Валенберга отказали. И согласно официальной версии как советских, так и российских властей, Рауль Валенберг умер от сердечного приступа спустя два года после окончания войны во внутренней тюрьме Лубянки. Однако обстоятельства его тюремного заключения и предполагаемой смерти остаются официально неподтвержденными. Наш коллега Гарри Книгницкий из зала суда. Позиция представителей семьи Рауля Валенберга заключалась в том, что его племянница Мария фон Дарделл Дюпюи хотела знать подробности последних месяцев жизни своего дяди, который, согласно официальной версии, умер во внутренней лубянской тюрьме в 1947 году. Она обратилась в ФСБ напрямую, чтобы ей предоставили документы, но в ФСБ отказали на том основании, что в тех документах содержатся даже не сведения, составляющие государственную тайну, а сведения, составляющие тайну личной жизни. Тогда Мария Дюпюи подала иск в Мещанский суд. Мещанский суд оказался на стороне ФСБ. Вот сегодня разбирательство дошло до Московского городского суда. И здесь представитель ФСБ повторил позицию своего ведомства, но представитель семьи Валенберга настаивал на том, что есть постановление Конституционного суда, где говорится о том, что личная тайна перестает быть таковой, как только касается человека, который арестован. Конституционный суд четко сказал, что сведения о частной жизни лиц – это те сведения, которые не контролируются со стороны государства. Ну как это, если человек находится в следственном изоляторе или в местах лишения свободы, ну ясно, что информация, любая информация о нем будет контролироваться государством. Рауль Валенберг известен тем, что в годы Второй мировой войны спас больше 100 тысяч евреев. Он был шведским дипломатом, работал в Будапеште, и по его настоянию венгерским евреям выдавали шведские паспорта. Таким образом, нацисты не могли формально подданных королевству Швеции отправить в лагеря смерти. В 1945 году советские войска вошли в Будапешт, и военная контрразведка СМЕРШ арестовала Валенберга и отправила его в Советский Союз. Валенберга держали в тюрьме. Что там с ним происходило, доподлинно до сих пор неизвестно. Сегодня представитель ФСБ в Мосгорсуде говорил о том, что Федеральная служба безопасности уже предоставляла информацию Валенберге Министерству иностранных дел Швеции. Но с точки зрения представителей семьи Валенберга, его племянница тоже имеет право знать правду. Кроме того, к Швеции она никакого отношения не имеет. Наша доверительница не является представителем каких-то государственных органов, тем более представителем государственных органов Швеции. Она гражданка Швейцарии, представляет сама себе. Она выступает как частное лицо, как родственница Валенберга. И она имеет самостоятельные права на доступ к подобного рода информации. Но Московский городской суд сегодня отклонил апелляцию Марии Фондарделл-Дюпи. Ее представители сдаваться не собираются и намерены дойти до Европейского суда по правам человека. Гарик Негницкий, Сергей Романов, РТВАй, Москва.